В каждой игре есть фракции интересные, есть фракции, ну, как бы, похуже такие, более-менее пассивные. Тут у нас отличие Швеции, да, в чем? В том, что появляются на 10% быстрее люди, но в случае дружбы, по-моему, с городами, с различными. Обратите внимание на Сиджона, то, что происходит сейчас с его войсками, какое громадное количество пришло этих войск самых. Просто умопомрачительное. Обратите внимание, конечно же, на состояние Баудики, что с ней случилось и какие у нее перспективы. Я думаю, не сильно великие у нее перспективы. Сиджон ведет себя довольно-таки странно. Вместо того, чтобы нас пожрать, он довольно-таки миролюбиво продолжает всю эту политику. Я не знаю, за счет чего это все происходит. Ну, вы мне подскажите в комментариях. То ли действительно моя дипломатия как-то повлияла на то, что меня не так сильно трогают, как ту же самую Баудику. То ли что, я без понятия. Но меня интересует, знаете, больше такой вопрос, что я не чувствую вызова. Ну, реально не чувствую в этой игре вызова. Почему? Потому что, ну, изначальные условия, какие они были, такие и остались. То есть, фактически, кроме моей глупости, когда на меня ринулась Баудика, ничего такого страшного в игре не произошло. И развитие в основном строилось на вот этих вот бесконечных переговорах, на моих бесконечных, как бы сказать, сотрудничествах. С какой-то стороны, может быть, это и представляет какой-то интерес, но лично для меня хотелось бы иметь какой-то вызов. И поэтому у меня такое ощущение, что я читерски выживаю. Безусловно, ну, то, что мы с Баудикой покончим, а сейчас это произойдет, это круто. Я говорил, что будет голосование. Мне кажется, нет смысла проводить голосование, и так все ясно. То есть, Баудика исчезнет скоро. На этом стоит и завершить. Почему так? Потому что дальнейшем события могут развиваться следующим образом. Сиджон в любом случае выигрывает. То есть, тут как бы без споров. За ним по мощи и по величию следует Дидона. Мантесума и вот этот вот наш друг. Блин, что-то выбило из головы у меня, как его. Аль, 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 аль. Ё-моё, офигеть. Ну, в общем, вы поняли, да? И выходит как? Мы догнать по развитию сможем только, когда они уже укрутся в потолок. Тогда у нас, по-моему, будет применение ядерной бомбы. То есть, если мы это первым сделаем, то можем Аль-Мансура этого или кого-то завалить полностью. Неожиданно подкопив войска. Что я сейчас и буду делать, конечно же, копить войска, собирать их. Развалить его и поделить с какой-то Дидоной, наверное, да? Далее в битве с Дидоной, наверное, у меня не получится победить, потому что у нее много войск. А может и получится, за счет, опять же, той же самой ядерной бомбы. Может быть, Мантесума с Сиджоном столкнутся. Но уж за Сиджоном угнаться, наверное, не выйдет никак. Тем более, ход 215. Времечко идет. Ситуация, ну, играет явно не в мою пользу. Это так бы было, знаете, если бы активно себя противник, агрессивно активно вел. Но, к сожалению, вот какая-то такая пассивность довольно-таки серьезная по отношению к захвату моих территорий. Ну, так бывает, наверное. Если я не прав, поправьте меня, пожалуйста, по тому сценарию, который я разыгрываю. И в результате всех этих вещей есть ли смысл продолжать. Если и так все ясно, как будет происходить. Пожалуй, проблема в чем? Проблема в том, что я выбрал изначально неправильную раскладку. Как некоторые мне советовали, надо было себе хотя бы союзника поставить. Им союзника, чтобы вы были конкретно на несколько полисов. А тут получается распыление на разные интересы. И каждый занимается каким-то своим делом. Не уделяя сильно внимания противнику. И в результате получается то, что получается. Они отрывают кусок, когда на это есть провокация какая-то. У нас два великих человека появилось. Ну и плюс игру на божестве надо начинать с фракции, которую ты знаешь. Это, во-первых, я думаю, да? Ты знаешь, как она развивается, какие преимущества. В какую ветку лучше уходить с этой фракции. Потому что я все-таки действовал по наитию. Это было наверняка очевидно. Поэтому так много было советов. Иди посмотри туда-сюда. Мне больно смотреть, как ты играешь. И так далее, и тому подобное. Ну, по поводу больно смотреть, как ты играешь. Я уже говорил, что это для меня игра практически новая. Но насчет, безусловно, знания фракции. То, само собой, стоило бы, по крайней мере, ознакомиться с тактикой игры за эту фракцию. Ну и плюс, опять же, как я уже говорил. Есть интересная фракция, есть неинтересная фракция. Вот такой вот вариант развития событий. И поэтому, пожалуй, мне так кажется, что вообще к игре Цивилизация нужно будет мне вернуться, когда я чуть-чуть подноторею сам. Может быть, пару раз сыграну не для записи. Попробую, как бы, уже более-менее ознакомиться с различными вариантами развития событий с различными фракциями. Может быть, постараюсь дойти до самого конца, до самых пределов. Может быть, я не знаю, познакомиться с какой-то другой версией игры в Цивилизацию. Хотя, смысла особого я так не вижу. А может быть, и есть в этом смысл. В общем, оставляйте свои советы. Оставляйте то, что вы думаете по этому поводу, безусловно. Так как это последняя серия, по идее. Я думаю, что скоро не станет Баудики. И мы завершим на этом игру. Да, я хочу ее завершить по одной простой причине. Хочу перейти к другим играм. Есть несколько таких наметок, которые я бы хотел пройти. Ну и плюс, плюс, очевидно, очевидно. То есть, я полез, прыгнул выше крыши. Взялся за то, что мне не по чину это, во-первых. А во-вторых, наверное, самое главное, мне так кажется, что игра стала безинтересной. Вот эти вот бесконечные торговли, просто отношения, дипломатии, просто догонялки. Такие бессмысленные, фактически. То есть, когда они дойдут до самого предела, то я их рано или поздно догоню, очевидно, по игре. Ну, снова же, нету никакого челленджа, нету вызова, нету ничего подобного. Поэтому как-то, как-то вот это вот все не сильно вдохновляет. В общем-то. Так что, такой расклад, друзья. Ждем, когда Баудику загнидят. Что? Попытаемся, может, вырвать. Я не знаю. Мы так пытались, но у нас это не получалось. Что мы еще сделаем? Я даже не знаю, что мы еще сделаем. Ну и, наверное, подытожим так немного, да, это прохождение. То есть, в принципе, я так, в общем-то, подвел итоги на перспективу. По сути, я бы хотел больше сказать о игре Цивилизация. Мне она, знаете ли, показалась такой игрой, в которой хорошо проводить время, когда тебе практически не особо что делать. Почему? По той простой причине, что вот, ну, все-таки, как ни крути, вот некоторые все равно говорят на Цивилизацию, что она казуальна, довольно-таки. Безусловно, если брать какие-то высокие уровни сложности, как Божество и так далее, то это круто, да, можно как-то... Оу-оу-оу, ты что? От тебя уже ничего не остается, а ты еще на меня валишь. Ну, скоро твоя рожа пропадет. Сефира. Навсегда. Как и моя, собственно говоря, да. Значит, все-таки, все-таки вот эта вот казуальность, ну, как бы, вроде бы ее нет. Стратегия довольно-таки серьезная. Не скажешь, что там все упрощено. Нужно думать все равно. Нужно работать мозгом. Нужно вперед, вперед, вперед. И пытаться как-то все это сделать. Кстати, я не говорю, что я не буду проходить игры подобные цивилизации. В скором времени, отнюдь, у меня уже есть планы на одну из игр, которая немного может быть на другую тему, но, тем не менее, она фактически идентична цивилизационной игре. Ну, это пока что секрет, так что смысл уточнять. Названия ее нет. Нет, ну, скоро мы, я думаю, там в течение какого-то времени. Снова же вы знаете, насколько это скоро и в течение этого времени на моем канале. То есть, все идет постепенно, так как нужно. И так, довольно-таки стабильный график выкладывания видео. То есть, ну, это время может занять и месяц, и два. А может и больше иногда, опять же. Потому что все должно идти вовремя. Что же касается казуальности цивилизации, я опять вернусь. То есть, вот, с чем бы сравнить? Сравнивать, конечно, нет смысла, потому что есть определенное... А, нет, сравню, сравню все-таки. С героями третьими, например. Когда вы ставите один уровень сложности, когда вы ставите второй уровень сложности. То есть, вот здесь я поставил уровень сложности, божество фактически. И, ну, честно говоря, я выживаю довольно-таки долгое время. Если поставить максимальный уровень сложности в других стратегиях, то если, ну, получится, то вы сможете выжить в течение, там, пары ходов или приблизительно первых 20 минут. Это очень трудно будет сделать. Здесь же, ну, я не вижу проблем. То есть, при определенных условиях это довольно-таки легко сделать. Тем более, что я не ограждал себя от других какими-то морями, океанами, в общем-то, какими-то препятствиями естественными, природными. И вот это вот немного смущает. То есть, вот это вот, как бы, выживаемость на самом последнем уровне сложности. Вот в чем отличие, пожалуй. И вот в чем, наверное, упреки некие к казуальности определенные. Ну, это опять же все условно, сами понимаете. То есть, мне игра, в принципе, понравилась, все окей, но вот это вот смущает. Действительно, то есть, чисто такая не интеллектуальная разница, а разница в формировании, как бы сказать, бонусов ресурсных. Вот в чем разница. Не в активности действий, а в степени развитости. И вот эта разница, она немного, ну, как бы, огорчает в игре. Однозначно. Ну, это мое мнение, скажем так. Так что, вот, собственно говоря, такой момент. Ну, то есть, в героях третьих, да, если вы на суперсверхсложности, там у вас крутые противники, то они практически на первых нескольких ходах приходят и вас выносят. Здесь же такого нет, очевидно. То есть, с варварами сложновато бывает, но не скажешь, что это смертельная опасность, от нее можно отбиться, то есть, ну, как бы, все условия даны для того, чтобы прожить довольно долгое время. Хотя, хотя, я должен заметить, что и сама игра заточена немного по-другому. То есть, она заточена именно на вот этих вот циклах развития, на переходах из эпохи в эпоху. И поэтому, как бы, является более, ну, не то, что мирной, но, наверное, все-таки, да, более мирной. Смотрите на очки. Получается, у нас очков довольно-таки скромное количество по сравнению со всеми остальными. Мы отстаем. Ну, если посмотреть на общие очки, мы отстаем не так сильно, как по остальным показателям, но все же отстаем. Так, ну, осталось две эпохи пройти. Есть соблазн, конечно, добить до конца. Ну, не знаю, я ему, наверное, не подвергаюсь. Все-таки стоит вернуться к этой игре, когда я уже приобрету лучше, больше навыков. Да, так вот, мирность этой игры, то есть, меньшая агрессивность интеллекта противника, или вот за счет чисто ресурсов притерка друг с другом, она позволяет согласиться с тем моментом, что, собственно говоря, ну, так это и подходит этой игре. Это в тему. Такая меньшая агрессивность, действительно, она помогает усвоить вот эти основные циклы развития. Является, в принципе, в какой-то мере хорошо обучающей, обучающей самому процессу развития истории. То есть, мы не видим тут множество исторических справок. Есть какие-то одномоментные события, то есть, они смешиваются довольно-таки сильно, если выбрать определенный сценарий развития. Так, я хочу запретить. Это послужит мне в пользу. Почему? Почему? Потому что ресурсы, те, которые у остальных ребят, если они будут вольного обращения, они будут приобретать бонус. Если у меня их нет, то почему бы их не запретить? Нафиг надо, чтобы враг пользовался этими бонусами. Ну, а в данный момент они все враги, фактически. То есть, вот такой вот расклад. И, безусловно, сама цивилизация, как стратегия, я уже упоминал, где это мы говорили. Да, ни в одной, наверное, стратегии я упоминал о том, чтобы включить ее в образовательный цикл. Ну, начальный образовательный цикл, безусловно. И цивилизация, безусловно, очень полезна, если ее выставить, например, какие-то четкие исторические рамки развития, ну, то есть, более-менее приближенные к реальным, то она будет очень полезна для изучения самого процесса развития человечества. Мне кажется, вообще, в учебный процесс, если бы это все включить, это было бы просто великолепно. Короче, тут нас осуждают от стеки, я, правда, не знаю, что я им сделал. Это, наверное, у меня с кем-то союз, и кто-то на чью-то территорию заперся, и, короче, у них отношения плохие. Скорее всего, из-за этого. А я уж тут ни при чем. Попал под горячую руку, как говорится. Что-то часто мы заключаем оборонительные союзы. Вроде бы совсем недавно это было. Странно как-то. Но не важно. Так что, такой вот расклад. И такое мое мнение по этим всем вопросам. Проект Манхэттен что-то мне напоминает на ядерную бомбу. Вот не сбросит на меня сейчас ее случайно никто. Ага, не получилось запретить алмазы. Что ж, ладно. Строительство МКС принято. Эффект от резолюции действует. Я не успеваю за вот этими эффектами. Тоже очень важный момент. То есть, просто-напросто я не знал первоначально, когда были, принимались эти все решения, как поступать в данных ситуациях. И в результате отстал очень сильно от общего развития. Вы видите, то есть, нужно вложить сразу же науки на строительство Международной космической станции. Я получу вот такие вот бонусы. Но, к сожалению... Ну, не, надо попробовать. Я попробую, конечно. Но, наверное, вот за счет моего такого не сильно великого развития могу не успеть. Вклиниться в этот процесс. Ох, у Сиджона войск. Ох и войск. Сумасшедшее количество. Просто-напросто. Но разница, опять же, я замечу, вот когда показывалась разница в силе войск и вообще в силе армий, она исходит из того, такая колоссальная разница, из того, что у меня юнитов-то нету военных. Как вы заметили, их практически вообще у меня не существует. Да вы заколебали со своей враждой Монте-Сума. Иди ты знаешь куда. Как ты до меня собираешься добраться? Через Аль-Мансура? О, хорошо, окей. Ну, Сиджону выгодно иметь открытые границы со мной. Тут проходит спокойно к Аль-Мансуру и к Баудике. И к Баудике также. Шелк. Стоит им давать шелк? По-моему, у меня с тем все нормально. 11 тысяч золота у нее. У меня 585, кстати, нормально. Не понял. Ты че, обнаглела? Ай, а шо ж не так-то? Ху-ху-ху-ху-ху-ху. Не-не-не-не-не-не-не-не. Дидона совсем обнаглела, безусловно. Корк захватили. Я вижу, там Баудику очень сильно потрепали. Хорошо, да, с этим я тоже согласен. А, все, Баудики нет. Кельты теряют свою столицу и все, и проигрывают. Общевойсковая бригада у меня тут появились. В общем, уже техника появилась. По-моему, танки, противотанковые пушки. Да, наконец-то. Наконец-то. Ладно. Мы в эпохе Атома. И это хорошо, мне так кажется. Эпоха Атома, это довольно-таки интересно. Но, увы, Баудика исчезла с нашей карты. 1900-й год нашей эры, между прочим. Мы как-то так даже... Ну, то есть, Сиджон, если перегоняет очень сильно, если остальные уже проекты Манхэттен, то мы все же стараемся в историческую канву вклиниваться. Но 1900-й год нашей эры. Еще рановато даже для эпохи Атома. Ход 220-й. Да, однако вот такой расклад. И раз бы у Дики не стало, по сути, нам нужно уже стремиться к завершению. Я, честно говоря, не знаю, как это будет происходить. Вторым сезоном, или потом я начну заново за какую-то другую фракцию. Продолжение, прохождение. Не знаю. Снова же, может, оставляйте свои какие-то пожелания, советы. Все, очень многое, вернее, от этого будет зависеть. И там мы дальше уже будем решать, в какую сторону двигаться. Просто это советы, пожелания. То есть, опять же, я напоминаю, что голосования никакого не будет. Будет вот так вот. Так, истекли наши договоренности. С настроением все в порядке. С остальными показателями тоже. Шпионы. У нас куча шпионов. Мы можем же их определить, правильно? На то они как-то стоят. У нас два шпиона добавилось, между прочим. А дипломаты и шпионы. Не шпионы. Шпионы. И куда его поместить? Куда его, однако, поместить, этого шпиона, я даже не знаю. Впрочем, сейчас это особого значения не имеет. Сейчас я выберу какой-то город. Если слишком долго ходов он будет расследовать технологию, то смысл в нем отпадает, безусловно. Поэтому надо слабый город. Хотя в слабом городе тоже будет ли возможность эту технологию выловить или нет. А в сильном городе его словят и убьют. Короче, палка о двух концах. Замкнутый круг, и все, меня тут заперли без перспективы на какое-то просвещение. Я так гляжу по этому списку городов, что Дидона уже забрала себе все вот эти вот баудикские города. И все, все, мы попрощались с нашим заклятым врагом, который пытался нас когда-то уничтожить. А теперь его нет, а мы есть, до сих пор продолжаем свое существование. Мне кажется, в этом есть определенная такая какая-то, может быть, мизерная, безусловно. Может быть, чисто заслуга случая, но какая-то заслуга. Что ж. Ну, собственно говоря, тут так все, что мы смогли сделать по этим шпионам. Сохранку я оставлю, не знаю, по настроению посмотрим. Может быть, я там когда-то где-то решу действительно сделать второй сезон. Давайте, что бы нет, продолжим и посмотрим. Я вот уже тут понотарел, и может быть, у меня есть какая-то технология, стратегия победы своеобразная. Потому что сейчас я ощущаю себя слепым котенком, который движется на ощупь. И, по сути, вот констатирует то, что происходит просто по тому факту, когда оно уже произошло. Видите, тут дипломатом можно стать. Я думаю, дипломатом вполне себе нормально. Ну что, друзья. Спасибо. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что комментировали. Спасибо, что родели тоже за меня. Безусловно, я понимаю, что интереснее смотреть профессионалов, которые уже в этой игре шарят супер-пупер. Но, как вы понимаете, профессионалами становятся через какое-то время. Это просто я такой наглости набрался, что провожу на вас эксперименты. То есть, учусь фактически при вас всем играм. Ну, по раскладу вы увидите, да. То есть, какие все моменты происходят. Насколько сильно у меня, например, в солдатах отставание. То есть, с поддержкой населения тоже как бы. Ну, в остальных местах может быть не такое категорическое. Но все же тоже есть определенное отставание. Ну, и по очкам вы тоже посмотрели все эти моменты. Я думаю, там остановить видео и, если что, прийти к какому-то выводу не проблема. Ну, а так ставим то, что дальше, собственно говоря. И я прощаюсь. Прощаюсь либо до следующей игры уже. Либо, может быть, когда-нибудь до следующего сезона. Если вам что-то такое интересное мне расскажете, что побудит меня оставаться в этой игре и дальше продолжать. То есть, может быть, расскажите мне о моих перспективах. Вот здесь какие реальные варианты событий могут произойти дальше. И насколько реально здесь кого-то еще сокрушить и победить. И тогда, может быть, ради чисто такого спортивного интереса я попробую реализовать даже вашу тактику рекомендуемую. Поэтому, ну, я вообще не против такого, чтобы вы тут мне уже помогли, подсказали на этом данном этапе. Раз уж мы дожили сюда. Раз уж мы одного из противников нейтрализовали. Я совсем не против, чтобы вы мне подсказали это дело. Может быть, нужно избавиться от Упсалы, чтобы нам легче было развиваться. Может быть, отдать ее кому-то, чему-то взамен чего-то. Ну, в общем-то, дерзайте. Дерзайте, да. Буду прислушиваться к вашему мнению. В этот раз уже, ну, опять же, безусловно, в зависимости от того, насколько этот процесс меня далее будет увлекать, вероятно, теоретически. А так, на всем все. Эта серия, по крайней мере, точно закончена. Удачи вам в дальнейшем. Ну, и, безусловно, старайтесь развиваться наравне с нашей цивилизацией, дабы двигать ее вперед. И дабы, дабы мы перешли не только в эпоху атома, информационную эпоху, а шли дальше-дальше. Вверх к звездам. Записываем. Так.